Строители газопровода «Сила Сибири» пробурили второй тоннель под рекой Амур на границе с Китаем. Это резервная нитка, по которой голубое топливо будут экспортировать в КНР. Проект непростой, работы ведут почти два года, но должны закончить в срок. На месте побывала Нинока Хрейдзе. Пока в окрестностях Благовещенской и Хэйхэ идет строительство автомобильного трансграничного моста через Амур, газовики России и Китая связали два берега реки подводными тоннелями. Последние сантиметры породы и готов второй переход. Позади почти 1150 метров. Диаметр тоннеля без малого 2,5 метра. Работу завершили на месяц раньше, чем планировали. Совместная строительство трансграничного участка «Сила Сибири» – это первый наш совместный проект «Газпром Трансгаз Томск» и СНПС. И мы очень рады, что мы успешно сотрудничаем, и залог этого сотрудничества – выход сегодняшнего счета. Нитки под Амуром прорубили на глубине 20 метров. Проходческая установка шла от Китайского берега к Российскому, где с конца 2017 года ведется сооружение приграничной компрессорной станции «Атаманская», которая будет обеспечивать требуемое давление при поставках газа в КНР. Вторая ветка – резервная. Основную, расположенную в 50 метрах отсюда, завершили в декабре прошлого года. Этим летом должны закончить протаскивание труб по первому тоннелю. Восточную линию китайско-российского газопровода построили меньше, чем за два года. И это наш успех. Следующий этап – сварка труб в тоннелях, который соединит китайскую часть трубопровода с российской. Мы планируем использовать совершенно новые технологии. И уверены, что завершим все работы в срок. Старт экспорта природного газа с Чаиндинского месторождения в Якутии через территорию Амурской области в Китай назначен на декабрь 2019 года. Договором предусмотрена транспортировка около 38 миллиардов кубометров газа в год. Ниноках Рейдзе, Олег Федоров, Вести Благовещенск, при содействии CGTN. Продолжение следует...